Люсьена Овчинникова обладала незаурядным актерским талантом, который позволял убедительно выглядеть практически в любой роли. Массовому зрителю она стала известна после выхода на экраны фильма «Девчата». Благодаря кинофильму можно было оценить не только ее мастерство, но и некоторые черты характера. Ведь актриса не изобрела образ Кати, а просто вложила в него частицу себя. Перед окружающими она представала обаятельной и веселой девушкой, хотя в действительности переживала тяжелую личную драму. Причина ее бед крылась в эгоизме, желании самореализоваться и череде неудачных решений, которые отравляли жизнь и на склоне лет сделали ее просто невыносимой. А начиналось все весьма многобещающе. Люсьена родилась 10 сентября 1931 года в украинском Олевске в семье военного. Мать по неизвестной причине свела счеты жизнью, оставив шестилетнюю дочь на плечах отца. Мужчина быстро оправился после трагедии и женился во второй раз. В тот период семейство часто переезжало, а у Люсьены зародилось желание стать актрисой. Она грезила о театре, но тогда излишняя застенчивость помешала даже записаться в школьный драмкружок. Понимая, что консервативный отец не поддержит ее стремление и будет категорически против данной затеи, Овчинникова решилась на отчаянный шаг и в 17 лет сбежала из дома. Она отправилась к тете в Минск лишь с одной целью – поступить в местный театральный институт. Только на вступительные экзамены опоздала и, чтобы не терять целый год, устроилась продавцом в парфюмерный отдел универмага. Вторую попытку поступления она осуществила уже в Москве. В ГИТИСе преподаватели видели в ней исключительно комедийную актрису. На дипломном спектакле она смогла всех удивить, внезапно перевоплотившись в Таню из пьесы Арбузова. Трагедия этого персонажа была в несостоявшемся счастье и крепкой душе, которую не смогли сломить никакие житейские бури. Благодаря столь сильной роли молодая актриса получила место в театре имени Маяковского. Через четыре года состоялся полноценный дебют в кино. Овчинникова сыграла Нюрку Макарову в картине «Очий дом». После премьеры режиссеру Льву Куледжанову часто задавали вопрос, где вы отыскали эту деревенскую девочку, что Нюрку играет? Она невероятно естественна. Самое забавное заключалось в том, что Люсьена впервые побывала в настоящей деревне лишь во время натурных съемок «Очего дома». В этом была ее изюминка – отыскать что-то яркое и характерное, что поможет показать подлинность и правдивость. В 1961 году на большие экраны вышел фильм «Девчата», подарив Люсьене всесоюзную любовь и популярность. Несмотря на обрушившуюся славу сыграть первую главную роль получилось в картине «На завтрашней улице», вышедшей только в 1965 году. В дальнейшем карьера складывалась достаточно успешно, чего нельзя сказать о личной жизни. Во время учебы в ГИТИСе Овчинникова познакомилась с постановщиком Владимиром Храмовым. Начавшийся студенческий роман быстро перерос в серьезные отношения. Они начали жить вместе как полноценная семья, только без штампа в паспорте. Вскоре Люсьена узнала о беременности. Храмов и его родственники настаивали на рождении ребенка, обещая оказывать любую помощь. Но молодая актриса понимала, что появление дитя может разрушить еще не начавшуюся карьеру, поэтому сделала аборт. После этого поступка пара рассталась. Следующим возлюбленным стал актер Александр Холодков, который служил в театре Маяковского. Артист был на 14 лет старше избранницы, но это никак не помешало головокружительному роману. Их чувства были настоящими и настолько яркими, что когда пара выходила на сцену, вырывающуюся любовную химию чувствовал весь зрительский зал. К большому сожалению, счастье оказалось недолгим. В 1966 году Александр ушел из жизни прямо на руках возлюбленной. Ему было всего 48 лет. Потеря любимого человека серьезно сказалась в психологическом плане. Люсьена в несвойственной манере начала посещать всевозможные застолья и уходить в запой. Спустя время в театре Маяковского появился Валентин Козлов, перешедший из линкома. Актер находился в разводе, а его единственный сын был взрослым. Овчинникова прекрасно осознавала удручающее положение, 34 года, ни детей, ни любящего мужчины, лишь перспектива навсегда остаться в одиночестве. Возможно, благодаря страху она и ответила на ухаживание со стороны Козлова, который был на 6 лет младше. История повторилась, непродолжительное общение, стремительный роман и первый официальный брак. Люсьена прожила с Валентином внушительные 32 года, которые даже с большой натяжкой невозможно назвать счастливыми. Люсьена Ивановна не смогла стать мамой. Чувство нерастраченного материнского тепла было невыносимым. Все усложнял муж, который от зависти и невостребованности вымещал злость на близком человеке. Овчинникова терпела унижение и даже рукоприкладство, при этом продолжая его содержать. Так они и жили, ссорились, мирились, нередко вместе выпивали. Актриса нередко составляла компанию супругу и вскоре сама пристрастилась к горячительным напиткам. А однажды она пришла в театр с неприятным запахом, руководитель почувствовал это и упрекнул ее в этом, назвав алкоголичкой. Такие слова оказали большое влияние на артистку. Люсьене стало так стыдно, что она ушла из театра и перестала сниматься в кино. Потом любовь сменилась жестокостью, но строить новую жизнь было слишком поздно. Так она и терпела, а когда стала совсем не в моготу, переселилась на кухню своей маленькой квартиры, отдав комнату мужу. Когда ее супруг ушел из жизни, Люсьена осталась совсем одна. В 90-е годы актрисе приходилось непросто. Люсьена жила в бедности, помогали ей ее поклонники. Она также старалась подрабатывать, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Люсьена выступала в любительских театрах, однако здесь ей платили совсем мало, денег едва хватало на хлеб и бутылку со спиртным. С Овчинниковой общалась лишь Татьяна Рогозина. Женщина притворялась заботливой подругой, однако все это было ради личной выгоды. Когда актриса не стала, Татьяна заявила, что Люсьена Овчинникова завещала ей свою квартиру. Сестра актрисы заподозрила неладное и подала на Рогозину в суд. Родственница думала, что подруга нарочно спаивала Люсьену, чтобы получить подпись, однако завещание оказалось и вовсе поделкой. Люсьеной Овчинниковой не стало 8 января 1999 года на 68 году жизни. Причина гибели – оторвавшийся тромб. Она пережила мужа всего на 4 месяца. 12 января тело кремировали, а прах захоронили в Колумбаре Веденского кладбища. Несколько лет назад перезахоронили на том же кладбище, но в семейную могилу. Актриса говорила, благодаря любви женщина становится красивой, сильной и решительной. А без нее – погибает. Вот и она погибла, проживая последние годы в нищете и без всякой надежды на лучшее. Ее смерть стала большой потерей для российского кинематографа и театра, а имя осталось в памяти многих поколений зрителей, которые любили актрису за неповторимый талант, красоту и душевность. Люсьена Овчинникова не нашла своего настоящего счастья в личной жизни. Она всегда мечтала о любви, детях и семье, но не смогла реализовать свои желания. Она посвятила свою жизнь своему творчеству, которое было ее единственным утешением и радостью. Она оставила после себя богатое наследие, которое будет жить в сердцах ее поклонников.